Показал свидетельство о регистрации транспортного средства и поехал дальше. Правительство России одобрило отмену доверенности на управление транспортным средством. Это значит, что теперь сотрудники ДПС больше не будут требовать у водителя предъявить документ, на основании которого он управляет чужим автомобилем. Регистрационный знак машины, год выпуска, номер двигателя, шасси, кузова и данные паспорта водителя. Автомобильная доверенность применялась в России долгие годы. Она была необходима для управления чужим транспортным средством. С 24 ноября письменное разрешение уйдет в прошлое. В силу вступает закон, разрешающий управлять машиной без доверенности. Теперь для того, чтобы сесть за руль транспортного средства, принадлежащего кому-либо из родственников или знакомых, достаточно всего три документа – свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой поле САСАГО и свое водительское удостоверение. В этом плане мы стали ближе к Европе. В Старом Свете доверенности нет уже давно. К тому же в России доверенность на управление автомобилем носила лишь формальный характер. В настоящий момент достаточно будет страхового полиса, чтобы водитель был в него вписан. И регистрационные документы. Я считаю, что она не нужна совершенно. Потому что действительно, многие вообще без нее ездят. То есть даже если ее там быстро написать, то это действительно просто формальность была. Надо было сделать давно и быстро. Мороки меньше. Надо упрощать жизнь. Раз по закону надо было так пользовались. Если не будет, так еще лучше. Тем более бумаги были сделаны, от руки писались. Она никакой роли не играла так и так. Сотрудники ДПС не станут задерживать водителя, если он едет на чужом автомобиле. Но только при условии, что машина не находится в угоне. Кстати, опасаться того, что нововведение спровоцирует всплеск автомобильных краш, не стоит. Успокаивают автоинспекторы. Однако оставлять документы прямо в машине все-таки не советуют. Валентина Домораска, Айдар Насыров, программа 24МИАС.